Здравствуйте! И давайте вместе посмотрим сезонное предложение. Это 16-17-2013, модные акценты, Эйвон. Мы кратенько посмотрим его, если останется время, то еще посмотрим распродажу. Здесь у нас Хоченкова на первой странице. Прошу прощения, конечно, за внешний вид, но просто уже так немножко сын потрепал. Так, здесь мы видим с вами набор интерьерных украшений. Новый год, ну не знаю, как они, к чему они, мне они лично ни к чему, за такую цену. В основном, очень здесь все дорого в этих модных акцентах, поэтому редко что я здесь беру. Серьги 300 рублей в такой вот коробочке, больше, наверное, даже за коробочку. Мне кажется, переплата, потому что серьги такие маленькие, невзрачные. Так, дальше мы видим вот такие вот украшения, которые каждый год есть. И тоже шишка желудки уже не первый раз. Цены на них неплохие. Можно присмотреться. Так, дальше мы видим кружечку, ситечка также, все как и было. Вот эти вот тоже ложечки были. Вот эти две кружки двойные. Цены здесь на все приличные. Для меня это, конечно, дороговато. Так, дальше какие-то декоративные элементы 250 рублей. Набор пробок для бутылок. Ну это вообще очень нужно. Наверное, для тех, кто выпивает. Так, набор, значит, пингвин. Это только блюдца, три штуки. И стоит 600 рублей, да. Конечно, дорого. Веселый праздник. Так, это, значит, салонка-перечница. Тоже 300 рублей стоит. Дальше мы видим конфетти украшения. Разные тоже аксессуары. Вот этот вот уже был на бутылку, по-моему. Да, для бутылок было. Два подсвечника тоже было. И цены здесь, опять же, приличные. Следующие, это вот такие вот украшения, на которые, я считаю, цена завышена за такие вот некрупные сережки. 200 рублей. И колье 350. Тоже под золото, опять же. Уже эта золотая тема, постоянные в каталоге. И здесь уже как-то немного, мне кажется, этого много. Так, дальше вот этот набор уже. Тоже был новенький набор. 300 рублей. Но тоже за такие сережки немного, мне кажется, дороговато. Так, следующее, это тоже было такое вот бижутерия. Вот новинка платья. Женское платье. Если по размерам есть уверенность, то, мне кажется, можно взять. Вот так вот оно смотрится на Светлане. Очень красиво это платье. В принципе, за 1000 рублей, я считаю, неплохо, нормальный. И турандот, хорошая цена на серьги и на кольцо. Также на бижутерию хорошая здесь цена. Но я, наверное, уже брать не буду. Потому что в жизни это все, конечно, не так красиво смотрится. Следующие это Аниса цепочка с подвеской. И браслет тоже две новинки. Опять же, под золотом. Вот это вот уже у нас было. Да, магия цвета точно. Вот этот вот комплект уже. Он был когда-то в модных акцентах. Так. Тоже повторяется все. Цены вообще даже не перечеркнутые. То есть очень высокие. Такая палитра новая вышла для макияжа. 1700 она стоит очень дорого. Но здесь и много всего. Дальше идут украшения для волос. Тоже меня не заинтересовало. И тоже за 500 рублей очень дорого. Вот что меня заинтересовало. Это женский комбинезон за 1000 рублей. Я не беру, потому что у меня будет, наверное, не совпадение по росту. Потому что все, что касается леггинсов, штанов, я никогда не беру. Потому что здесь на рост 164 идет. А у меня 174 роста. Я думаю, мне все это просто коротко будет. Вообще комбинезон очень симпатичный. За 1000 рублей мне понравился. Леггинсы тоже. 900 они стоят. Конечно, дороговато. Но я их тоже не беру по этой причине. А вот к джемперу я сейчас присматриваюсь. К этому белому за 800 рублей. В принципе, средняя его цена. Возможно, я его себе приобрету. Пока что я думаю. Но интересно. Будет моя первая, если что, одежда Вейва. Так, дальше идет шарф, перчатки. Тоже такие цены довольно высокие. Наушники, шарф, манжеты, шапка. Вот такая вот идет. Которые раньше, наверное, 80-90-е такие шапки носили. Так, она 400 рублей стоит. Дальше идут тапочки женские под леопард. 500 рублей. Плед. Подсвечники. Вот такой плед. Розовая пантера. И кружка. Кружка, по-моему, или здесь, или дальше. Я уже не помню. Так. Вот здесь идет у нас таблица для мужчин. У них тоже средний рост на 176. Хотя у меня муж 186. Опять же, мы на 10 сантиметров не подпадаем здесь. Ни под какую одежду. Вот. Так. Ну, это тоже была уже пижама. Такие музыкальные носки стоят аж 450 рублей. Кружечку, наверное, я где-то пропустила. Вот такую вот. Помню, что дорогая была. Но симпатичная. Так. Музыкальные носки. Мы на этом остановились. Нагрудник. Все здесь как-то дороговато, мне кажется. Вот это мы уже скоро из этого вырастим. И уже купили варежки. Шапка есть. Дальше тоже детская кегли за 500 рублей. Хотела их приобретать, но уже столько у нас игрушек. Много, что решила, что не буду. Так. На постарше мальчиков. Для девочек. Детская. Ручка здесь идет такая. Опять же, для мужчин. Перчатки простые самые. За 150 рублей. Динамик для мобильных устройств. 800 рублей. Не знаю. Мне кажется, в магазине можно дешевле найти. Так. Вот такая вот штучка с красной машинкой. Это маникюрный набор для мужчин. Интересная вещь. Хороший подарок будет. Так. Здесь у нас, значит. Это часы и будильник. Мужское. Вот кружка идет, наконец-то, за 500 рублей. Она, да, дороговато. И держатель в виде кошечки. Такие аксессуары. Тоже у них цена. Мне кажется, завышенная. Мужские идут. Всякие штучки. И вот такие вот сережки. Здесь 12 пар. Стоит 300 рублей. Опять же, за такие сережки, которые годики можно в магазине купить. Вот такие вот белые. Точно за 30 рублей. Понятно, насколько здесь переплата. В очень большие разы. Вот такие модные акценты. И последнее здесь еще блокнот-магнит есть за 40 рублей. Интересная штучка на Новый год в виде подарка. Там может пригодиться на некоторое время. У меня был такой вот в подарок. У меня быстро эти листочки все истратились. Теперь так просто лежит. Вот. В общем, ничего особенного. В общем, в целом, мнение, что здесь, опять же, все дороговато. Но если очень захотеть сильно, то можно, конечно, себе что-то здесь приобрести. В общем, неплохое все. Ничего очень нового, оригинального здесь я не вижу. Ну, оформлено, конечно, красиво. По-новогоднему, по-праздничному. Такой был мой обзор на модные акценты. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч.